Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Ильжа Александр, и вот наконец-то наступил замечательный 2020 год! Поздравляю всех с этим, надеюсь вы его офигенно отпраздновали и получили те подарки, которые хотели получить. Кстати, делитесь в комментах тем, как вы отпраздновали и что вам подарили, будет интересно почитать. Ну а мы продолжаем играть в Флаг Инк, и сегодня у нас на очереди секретное биооружие Третьего Рейха. Биооружие было создано для уничтожения ненужных стран в будущем для Германии, и по-моему это просто ужасно отвратительно, но сегодня мы поиграем все-таки реально за Германию. Теперь будущего у Германии не будет, так как войска СССР уже почти в Берлине. Нужно сейчас же использовать вирус, говорит нам Адольф Гитлер, и вирус будет реально очень сложным, потому что войска союзников приближаются к нашим границам, границам Рейха, и надо будет что-то как-то предпринимать. А биооружие Третьего Рейха, это очень опасный вирус, он быстро распространяется в воздухе, может стать газообразным. И да, меня вынуждают использовать его почему-то в Польше, а не где-нибудь в Англии или в США, но окей, давайте используем его в Польше и по-ой-ой-ой-ой. Ага, называется он ЗИК, это ЗИК читается правильно? Болезнь ЗИК 1945 заразила первого человека, хорошо, но если это химическое, хотя нет, это же биооружие, а в те времена оружие подобное уже существовало? Наверное, разработки какие-то велись, по-любому, но использовать биооружие это просто античеловечно, ужасно, потому что это приведет к миллиардам гибелей, если, конечно, у нас все получится. Хорошо, давайте попробуем потратить наши первые очки на распространение. Гниение трупов, трупы излучают вирус, и это неплохо, потому что вся Европа усеяна трупами, хоть их и закапывают, но все-таки трупов действительно много, идут боевые действия. Самая масштабная война за всю историю, разумеется, это может помочь в распространении вируса. Но заражено всего лишь пока, хотя, блин, он распространяется реально очень-очень быстро. Ну, давайте сюда, первые очки. Ах, было бы еще неплохо посмотреть умение. Нейтрализация РНК, отключение летальности биооружия. Это наталкивает на мысль, что вирус будет супер летальным, и нам нужно будет его как-то сдерживать искусственно. Также есть ослабление летальности, уменьшение, конечно, уменьшает летальность. Есть перезагрузка вируса. Особая мутация сбрасывает небольшую часть изучения лекарства от вируса, временно отключает летальность. Опять же, то же самое. Замедление летальности, заражение через воздух. Вирус может передвигаться по воздуху на низкой высоте. Воздух с вирусом темнее, значит, люди будут его замечать и стараться избегать. Сложное строение ДНК. Вирус получает сложное строение ДНК. Блин, я даже не знаю, что вкачивать для этого вируса. Выглядит он реально очень сложным, но по сравнению с паразитом, по-моему, он гораздо легче. Так как изначально летальность на низком уровне, и люди не будут гибнуть больше, чем это необходимо. По крайней мере, пока. Так, снова в Польше 300 человек. И странно, что болезнь не перекидывается на другие страны. Ведь в этот момент, в 45-й год, в конце до концов, идет постоянное снабжение между войсками. И по-любому, по-любому, по-любому люди перемещаются между границами очень часто. Следовательно, перенося вирус. Италия оплакивает жертвы землетрясения. Ущерб в миллиарды долларов нанесен стране Италия. Потребуются годы, чтобы восполнить ущерб, нанесенный тысячами, тысячам компаний и научно-исследовательских учреждений. Но Италия и так переживает не самые лучшие времена, ведь она участвовала в войне и на стороне проигравших. Так, заражение через воздух. Давайте возьмем. Блин, тяжесть увеличивается. Могут спалить, да, раньше времени. Поэтому лучше пути передачи. Обход фильтрации. Вирус может распространяться по самолетам и кораблям. Прекрасное умение. Обход фильтрации противогазов. Вирус может проходить через фильтры противогазов. Увеличивается заразность в богатых и промышленных странах. Ну, если учитывая, что абсолютно каждый... Ну, может быть, не каждый, но большинство солдат в те времена были оснащены противогазами, прокачать вот способность по-любому стоит. Но противогазы одевают только в момент химической атаки, когда можно понять, что идет атака. Если вирус невидимый, то и заметить его невозможно. И ходить нон-стоп в противогазе 24 на 7 это невозможно. Никаких фильтров не хватит. Индия терпит убытки после цунами. Индия отправляется... Оправляется после удара огромного цунами. Аналитики ТАСС прогнозируют значительное число погибших. ТАССа тогда еще и не было. Сто пудово не было. Ладно, хорошо. Вирус у нас распространяется и в Германии, да? То есть нацисты уничтожили сам и себя. Вот так ирония. Хотя так оно и произошло. Решили повоевать? Решили сделать что-то плохое? Получите. Такс. Ну, во Франции пока все хорошо. Францию уже освободили к этому моменту. УССР, он это Украина. Врачи в стране Польши нашли новую болезнь, названную ЗИК 1945. Она кажется безобидной, но ее необходимо изучать дальше. Другие страны также сообщили об этой болезни. В Центральной Европе уже первая смерть? Жесть. А откуда такая летальность? Алло. Погодите, погодите. Вы чего? Не надо. Давайте уменьшим летальность вируса даже два раза. Ну, потому что, как бы, она здесь и так минимальная. Но люди гибнут. А мне это не нужно. Вирус будет медленнее становиться летальным. И это я тоже прокачаю. Значит, а работа над лекарством. Ну, вовремя, когда уже почти все заразились и, похоже, мы с летальностью реально перестарались. Болезнь вообще перестала быть летальной. Ладно, потом летальной мы ее сделаем сами, собственноручно, пока мы в этом не заинтересованы. Не нужно. Оба, она в США. Хорошо. Да, реально, смотрите, полностью смогли остановить болезнь. И гибель людей. Можно сказать, мы сделали реально благое дело. Но это пока. Пока, благие дела. Дальше благие дела закончатся. Симптом головная боль мутировал. Но ничего страшного. Если болезни так уже обнаружили. Хотя, чем больше симптомов, тем быстрее будут ее лечить. Ладно. Прокачаем заражение через воздух. Вот это прекрасно. Блин, тут много новых перков. Это круто. А деактивация летальности. Вирус самостоятельно не увеличивает летальность. В смысле самостоятельно. А как ее запустить потом? То есть, как бы непонятно. Да, весь мир узнал о том, что существует секретное биооружие Третьего Рейха. Зиг 1945. Но как бы людям сейчас не до этого. Тут и так огромное количество проблем. Оба-на, оба-на, оба-на. Хорошо. У этого вируса действительно офигительные способности к размножению. И это прекрасно. Обожаю такие вирусы. Обожаю такие болячки. Да. По всему миру расползлось. Даже в Исландии есть. Ой-ой-ой. Везде, везде, везде. Не успеваю очки тратить. Так. Что еще? Ядовитое облако. Вирус становится газообразным. Быстрее размножается в воздухе. Нам бы размножение через воду явно не помешало. Вот прям сто процентов. Влажность. Вирус лучше себя чувствует во влажной среде. Увеличивается заразность в странах с влажным климатом. То есть это где-нибудь в Южной Америке. Там вирус будет распространяться супер быстро. Но мне нужно распространение по воде. Это сейчас самое главное. А у нас только воздушное имеется. Германия может заключать вирус в бомбы и бомбить ими страны? А вот это то, что нужно. Это как те самолеты удачи. Так. Германия сбрасывает бомбу с вирусом на случайную страну. Ну давайте. Две бомбы сбросим. Потом еще можно бомбы сбрасывать. Нейтрализация. Нет. Сложное строение ДНК. Вирус сложнее вылечить. Через воду распространение. Где? Я не вижу его. Ладно. Что это? Пробитие слабого иммунитета. Вирус может с легкостью заразить человека со слабым иммунитетом. Увеличивается заразность в бедных странах. Ну давайте возьмем на всякий случай. Засушливость, влажность и устойчивость к температурам. Вирус может лучше выживать при любой температуре. Да, вот это хорошо. Вот это прекрасно. Часотка, но пока симптомы мы не качаем. Хотя уже, наверное, пора бы и начинать. Пора бы и начинать, потому что очков может в итоге опять не хватить. Бомбы, кстати, были сброшены на Новую Зеландию и еще куда-то. Вирус так быстро распространяется, что я просто этого не заметил. И да, пошли гибели все-таки. Вирус начинает потихонечку выкашивать людей. И не сказать, что это плохо. Не скажу, вообще не получится сказать. Так как пора бы уже. Пора. Чем меньше людей, тем медленнее разработка. Это прекрасно. Ну очков, блин. Опа! Не, ну с распространением у нас все просто замечательно, друзья. Все Мадагаскар. Мадагаскар. Ну и как бы все эти Индонезии и прочие острова. Так, вроде распространяется. Мадагаскар. Да подожди, подожди, подожди. Слишком, слишком много приятных вещей. Очень много приятных вещей. И вирус мне этот нравится все больше и больше. Он ведет себя изумительно. Так, очень много, очень много у меня всего. По-моему, все страны уже заражены. Можно разве что прокачать, например, засушливость, да? Влажность, я не знаю. Так, как у нас в холодных странах? Очень хорошо распространяется. В южных странах тоже, в общем-то, прекрасно. Филиппины! Филиппины! Что с филиппинами? Почему? Филиппины не это... Никто не заражается на филиппинах. Какого в Индонезии? Ну потихоньку, но заражаются. А филиппины? Филиппины, вы охерели? Юго-Восточная Азия тоже что-то как-то... На Филиппинах вирус просто остановился. Они там что, придумали себе? А как? Почему на Филиппинах нет распространения? Так, вирус изучен уже на 50%, а филиппины не хотят болеть. Это плохо. Отключение летальности нам не нужно. Я не знаю. Давайте сбросим две бомбы куда-нибудь. Бомбежка всех стран! Германия сбрасывает бомбы с вирусом во все страны. Ха, это жестко, конечно. Но стоит очень дорого. Вот в чем проблема. Я могу потратить все свои очки, и в итоге будет плохо. Так, а если я прокачаю летальность, то Филиппины вообще влажность. Ну, на Филиппинах влажно, будем честны, да? Вот прям 100% на Филиппинах влажно. И у вируса нет никакого умения, которое позволяет немного притормозить изучение болезни, да? Во, процесс на Филиппинах пошел. Отлично. Что, может сбросить на все страны бомбы? Блин, знал бы я и раньше, что... Да, и в Канаде какие-то... Да что творится-то? Так, вирус не распространяется больше? Вы видите? Эй! Бразилия, он просто затормозился. Все, мне сказали сбрасывать бомбы. Я вынужден это сделать. По-любому. Китай. Да нет, нет, нет. Я проиграю сейчас вот так на ровном месте. Посмотрите, люди гибнут, но не распространяется вирус. В Австралии тоже самое. В Канаде зараженных все меньше и меньше. Как будто люди лечатся. И это... Блин. Отчего это так? Я, наоборот, болезнь сделал более устойчивой к различным климатическим всяким штуковинам. К влажности, к холоду, к теплу. Ко всему. Но... Странно. Чесотка. Ну давайте чесотку возьмем. Покраснение кожи. Ну давай. Разъедание кожи. Вот это хорошо. Вирус разъедает кожу на всем теле и вызывает выпадение волос. Давай сюда. Кашель. Ну и не знаю. Раздражение глаз. Я уже... Я уже просто опустил руки. Я проиграл здесь. В Канаде то же самое. Вирус не распространяется. И в Китае. Все. Ну а теперь они еще и лекарство придумали. Просто великолепно. Так. Значит, я, похоже, знаю, как нужно действовать с этим вирусом. Никуда не торопимся. Копим потихонечку очки. Потом наносим бомбовый удар по всем странам. И ждем, что что-то случится. США оправляется после урагана. Ну что ж. Я могу поздравить весь цивилизованный мир. Они справились с Третьим Рейхом. С его оружием. Но оружие унесло еще, к сожалению, 200 миллионов жизней. И продолжает уносить. Слушайте, а... А лекарство-то они выучили. Но... Не сказать, что люди лечатся. Люди умирают. То есть лекарство работает не самым лучшим образом. Лекарство еще ничего не дает. Это... Это интересно. А как увеличить передачу? Ну давайте устойчивость к жаре возьмем. Вдруг сработает. Вдруг все-таки процесс пойдет, а? Не, все равно в минус. Никто не вылечился, но все зараженные погибают. Не хватило почему-то распространения. Как будто бы у людей выработался какой-то иммунитет. Кстати, я сбросил на все страны. А, на Филиппинах все вымерли, да? Больные. Как будто у людей просто появился иммунитет. Или может быть это связано с тем, что я отменил летальность. Но это же только летальность, а не распространение. В общем, для меня это остается большой загадкой. И я не знаю, в чем реально проблема. Очень неприятно. Но я пока не сдаюсь, смотрите-ка. Я пока не сдаюсь. Но на Филиппины мы все равно не занесем вирус. Не говоря уже о Мадагаскаре каком-нибудь. Или Карибах. Исландия. Гренландия. Да, как бы. Все. Я не знаю, где люди вообще больные есть. Где-то в Африке, наверное, да? О, в Германии люди продолжают гибнуть. Ладно, друзья, на этом... Хотя нет, 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 нет. Устойчивость к морозу. Давай сюда ее. Да не, ничего не помогает. Это фиаско. На этом, друзья, мы с вами остановимся. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Мир. Чтобы у вас всегда был над головой. Мирное небо. Война это ужасно. Любите друг друга, любите людей, любите животных. И будет счастье. Мир во всем мире, это наша цель. До новых встреч. Удачи. Пока. Будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok